Всем привет! Лихие 90-е оставили неизгладимые воспоминания в памяти многих людей. И одной из такой запоминающейся вещью был вот такой вот радиофонарь. Этот необычный фонарь был вещью must have у каждого уважающего себя человека. Я помню как в моем районе, где я жил, абсолютно все пытались себе приобрести подобного рода фонари. И все перед собой кичились, у кого есть фонарь, тот крутой. И вот ко мне попал в руки точно такой же фонарь, который я хочу сейчас попробовать восстановить и заставить работать. Ну что ж, попробуем! Качественный ремонт не обойдется без качественных печатных плат. PCBWay предоставляет услуги по изготовлению печатных плат, установке компонентов, ЧПУ обработки, 3D-печать и другие услуги. Все это дает возможность заказать изготовление устройства в одном месте. Стоимость изготовления печатных плат начинается с 5 долларов за 10 печатных плат. А новые пользователи получат скидочный купон на 5 долларов, чтобы свой первый заказ сделать бесплатно. Если вам нужен корпус для устройства, то вы можете заказать 3D-печать. Печать производится разными материалами, пластиками и даже металлами. Так что одним заказом можете изготовить и печатные платы, и корпус для вашего устройства. Фонарь находится в ужасном состоянии. Его покрывает очень толстый слой пыли и грязи. Также полностью отломана верхняя часть фонаря. И неизвестно, получится ли его прикрепить или нет. Ну что ж, разбираем. Вы только посмотрите, что там внутри. Это ужас. А что еще впереди ждет? Я даже боюсь представить. Какой кошмар. Вы посмотрите, что там внутри творится. И я не уверен, что это можно отремонтировать. Вот посмотрите, в каком оно все страшном и ужасном состоянии. Какой ужас. Ну а пока я разбирал фонарь, некоторые личности пытались сбежать с места преступления. Ну а что я нашел дальше, повергло мне просто в шок. Это настоящая мумия мыши. Внутри, в фонаре. Какой ужас. Ну ничего, идем дальше, разбираем. Нужно полностью разобрать фонарь, отделить полностью всю электронику от пластиковых частей. Для того, чтобы все это отмыть, очистить и заставить работать. И пока я проверяю аккумулятор на исправность, всякая разная живность разбегается во все стороны. Что не делаешь ради контента? От мышей пострадало довольно много компонентов. Некоторые компоненты оказались погрызанными. Некоторые проржавели и испортились. Больше всего от мышей пострадала приемная часть. И особенно антенна АМ диапазона. Все испорченные мышами компоненты были заменены на исправные. Также пришлось заменить антенну АМ приемником. Но, к сожалению, это ни к чему не привело. Диапазон АМ остался недоступным. Несмотря на то, что я установил новую антенну. А вот FM диапазон работает и ловит станции. Но, к сожалению, настройка FM диапазона очень неудобная. И очень сложно поймать чистый сигнал. Итак, все компоненты отмыты и отремонтированы. И можно приступать к сборке. Вместо старого аккумулятора на 6 вольт и 4 ампера я буду использовать литий-ионный аккумулятор, собранный в банку. И вместе получается 12 ампер часов. Эта сборка аккумуляторов как раз сюда помещается. Чтобы заряжать эти аккумуляторы, нужно изменить цепь заряда. Ранее заряд аккумулятора базировался всего лишь на двух деталях. Это токоограничивающий резистор и один диод. Что мы сделаем? Мы уберем этот диод и уберем этот резистор. В качестве заряда я буду использовать зарядное устройство TP5000. Он настроен на заряд литий-ионных аккумуляторов на 4,2 вольта с током 2 ампера. Подробнее об этих зарядных устройствах я рассматривал в другом видео. Ссылка на него будет в описании. Для индикации заряда я установлю двухцветный светодиод. Он будет установлен вместо вот этого светодиода, который был раньше индикатором заряда аккумулятора. Изначально в фонаре были установлены люминесцентные лампы и лампы накаливания. Но мы их уберем и вместо них поставим светодиоды. Для питания светодиодных лент нужно повышенное напряжение. Поэтому я ставлю повышающий преобразователь, который подключается через переключатель. С его помощью можно задавать режимы свечения ленты. Весь же остальной ремонт заключается в том, чтобы заменить провода, которые были испорчены. Ну и обратно припаять все то, что я отпаял. Также нужно вместо лампочек в основной фонарь поставить светодиоды. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, фонарик готов. Что у нас умеет? Во-первых, лампа основная. Она здесь переделана. Вместо старых ламп здесь стоят светодиоды. Два режима. Первый светится одна лампа. И второй режим. Все лампы светятся. Также если переключить в режим сигнализации, то будет также сигнализация работать. В этих режимах сначала включается сигнализация, дальше идут лампы. Зачем это сделано? Понятия не имею, но вот такой вот есть. Часы, к сожалению, их восстановить не удалось. Они так и не заработали. FM-AM приемник, но он сильно пострадал. Мыши очень сильно погрызли катушки. И AM-часть вообще не работает. То есть, если сейчас включить, видно, что есть потребление. То есть, приемник включен. Но звука абсолютно никакого нету, потому что сигнал AM просто не принимается. Так, сделаю чуть тише. Сигнал FM, он принимается, но очень неустойчиво. Очень сложно поймать канал какой-то. Поэтому вот вроде бы FM есть, но по сути его и нету. Ну, он и есть. Но его нет. Здесь у нас переключатель для включения фонаря. Либо в режиме мигания, либо в режиме просто фонаря. Отлично, все работает. Здесь точно так же заменены лампочки на светодиоды. Встроенный аккумулятор имеет гораздо большую емкость, чем раньше. И система зарядки тоже делает этот фонарь автономным. Сейчас включаю в розетку. Аккумулятор заряжен, иначе будет гореть красный. Я могу сейчас переключиться в режим лампы. От того, что потребляют, напряжение просело на аккумуляторе и включилась зарядка. Отлично. Все работает. Можно теперь этот фонарь возвращать. Я очень надеюсь, что этот фонарь еще долго прослужит. У того дедушки, который принес мне его. И он еще не один год будет ему помогать. Пишите комментарии, оставляйте свои лайки и обязательно нажимайте на колокольчик, потому что у нас на канале будет еще очень много всего интересного. А я вам желаю успехов. Пусть ваши проекты будут классные и интересные. Всем пока.